Встреча в студии Данил Бабич, коротко о главном. Главное у нас это рост на глобальных рынках. В Штатах лидирует NASDAQ, но, однако, индекс подходит к главным, важным очень уровням сопротивления. Психологически важным уровнем. О важности того навеса, это такой технический термин, который образован сейчас для акций. И о возможных сценариях развития ситуации. Павел Пахомов. На рынке любят круглые цифры. 13 тысяч это круглая цифра, поэтому, конечно, об нее стоит споткнуться. С другой стороны, все-таки, выше находятся более важные уровни. Это 13500, где, в принципе, расположена 200-дневная скользящая средняя. И вот там, конечно, за этот уровень будет серьезная борьба. Потому что теханализ для американцев это важная составляющая вообще. А уж 200-дневная скользящая средняя на нее всегда обращает внимание. И поэтому, когда мы туда подойдем, то там начнется борьба. Поэтому я думаю, что 13 тысяч мы проскочим достаточно быстро. Без каких-либо там заминок. Тем более, что сейчас вроде бы как этому нет препятствий. Каких-то особых сдерживающих факторов. Ну, если в июне месяце было на рынках страшно, к июлю месяцу уже созрел шортокрыл. И, кстати, Goldman Sachs отмечал, что две трети его клиентов, открывающих длинные позиции, покупающих акции, в основном закрывали свои короткие позиции. То же самое отмечают управляющие фондами Вильямо Анила на Investments Business Daily. Сейчас более осторожные, активные инвесторы держат до 50% своих средств уже в акциях. Но пока осторожно. Покупают более смелые, более активные, которые менее боятся потерь, более стрессоустойчивые. Уже до 70% в акциях держат. И только 30% кэш. Все равно покупки осторожные. По той причине, по которой мы уже говорили. Но если мы посмотрим на широкий рынок, то в целом где-то вот даже по индексу S&P 500 более 80% компаний выше 50-дневных средних своих скользящих. С точки зрения техники это хорошо. Однако не будем забывать, что пока все-таки это смотрит вниз. 50-дневная 200-дневка. И S&P 500 даже формально не вышел из медвежьего рынка. Все это, конечно, такие умозрительные детали, но достаточно важные. Если инвесторы сейчас осторожно покупают акции, давайте посмотрим, что они покупают. Осторожно, а что менее. Осторожно. Посмотрим на акции самой большой компании в мире. Акции Apple. И они выдерживали коррекцию в кризис лучше других своих конкурентов. И в то же самое время сейчас мы видим, что шорты в Apple закрывали очень активно последние недели. Это просто по графику видно. Картинка говорит сама за себя. И на самом деле, если это более долгосрочный график, Apple недельный за несколько лет, то мы увидим, что акции очень близко к своим историческим максимумам, буквально в нескольких процентах. Если этот исторический максимум будет пройден, вот такая тоже реперная точка, достаточно важная, настроение, конечно, еще улучшится. Но не будем забывать сезонность. Месяц август, сентябрь, как правило, безрадостные месяца на фондовом рынке. Сентябрь так вообще самый плохой, но октябрь самый непредсказуемый и самый волатильный. Это традиционно. Что там будет дальше, непонятно. Но пока инвесторы отбрасывают все негативные новости, а хорошие замечают. Вот про Apple ни одна кляуза не прошла. Хорошие новости, то, что они увеличат поставки айфонов на 5 миллионов к концу года, то, что вырастет прибыль и выручка к концу года. Все это заметили. Да и литинги китайских компаний, которые собираются совершить их, это госкомпании PetroChina, Sinopec, China Life. Но особо не заметили. Эти компании мало обращают на себя внимания, в последние годы. Вот жалко действительно частные компании, Alibaba. Но, судя по всему, они тоже готовятся к дейлистингу. Уже премиальный литинг переводят в Гонконг. Более того, Alibaba, мы знаем, что из нее вышли по разным причинам ряд ключевых инвесторов, таких как, например, Чарли Мангер продал большое количество акций Alibaba. Тут стало известно на неделе, что наконец-то и ключевой инвестор, который еще на ранних стадиях вкладывал в этот бизнес деньги, Масаёша Сан уже по иным причинам тоже распродает пакет акций Alibaba. Если такие, как Масаёша Сан и Чарли Мангер продают, стоит ли их покупать, вот в чем вопрос. Но отметим, что помимо негативных историй, все-таки позитивных историй сейчас больше, на этой неделе было много интересного. В частности, вчера очень много было разговоров. Синпси, Блумбергу показывали динамику акций Devon Energy. Они увеличат дивиденды до почти 10% годовых. Это неслыхано, конечно, для американской компании. Очень редко, кто такие дивиденды платит. Мы знаем, что такие дивиденды иногда выплачивают российские компании. Но это хорошо, как говорится, но недолго. Как говорится, Новый год чаще. Ну и вот, что касается ряда компаний нефтяных. Была коррекция, но сейчас опять спрос проснулся. Не во всех, конечно, компаниях. Есть компании более устойчивые. Смотрим вот за той же компанией Devon Energy. Если мы смотрим пятилетний график, там тоже есть определенный навес. А вот Motador Resources, например, Ну, это все компании, связанные в том числе и со сланцевой добычей, и с сервисом. Компания относительно все-таки небольшие тех, кто входит в ETF, главным образом, таких как там Chevron, или Xon, или Canoco Philips, Occidental Petroleum. Вот сейчас спрос даже и в даунстриме есть. Но в любом случае, Беккер Хьюнс сейчас публиковал, публиковал, что растет количество буровых нефтяных. В США растет не сильно. 601 на прошлой неделе был 598. Если возвращаться уже к дивидендным выплатам, щедрым дивидендным выплатам нефтяных компаний, вспоминается вот у нашей истории. Газпром, Роснефть. Роснефть долго думала, но заплатила. Газпром пообещал, но, в результате, не выплатил. Что будет с Татнефтью, уже можно как бы открывать тотализатор. И в Интерфаксе провели опрос. Большинство опрошенных считает, что Татнефть заплатит такие дивиденды за полгода, аж 32 рубля. Это хороший дивиденд, доходный, щедрый. Правда, на втором месте те, кто считает, что вообще не заплатят. Ну, как Газпром. А мы поинтересуемся о том, кого мнение на эту тему и на многие другие. И о Наталье Смирновой, которая любезно согласилась поучаствовать в нашем эфире. Наташа, привет. Привет. Спасибо, что в этот знойный пятничный вечер ты согласилась с нами пообщаться. Ну, участвовала ли ты в опросе Интерфакса? Первый вопрос. И если не участвовала, то вообще что думаешь по поводу заплатит, не заплатит, Татнефть дивиденды, и стоит ли играть в такие игры? Ты знаешь, я вот на российском рынке вообще не люблю ни во что играть, потому что обычно пытаешься поиграть, и оказываешься, ну, попадаешь в просаг. Не очень хорошая история. Помнишь эту песню Высоцкого? Сперва играли фантики при стенах с крохоборами. Что было дальше, умолчим. Про нас. Нет, знаешь, я бы, наверное, не стала сейчас пытаться заранее что-то сделать. Условно, вот будет принято, что да, все, платим однозначно. Всегда можно успеть взять и купить, чтобы не получилось, как с «Газпромом». Вроде обещали, а потом, ну, все знают, что чем все закончилось. Мне вот что интересно, ведь тот круг инвесторов, который ориентируется на дивиденды, это консервативные инвесторы, которые не любят заплачу, не заплачу. Это не те инвесторы, которые готовы идти на высокие риски. Это те инвесторы, которые любят спокойствие, размеренность. Вот у нас как бы это все очень плохо сочетается. Некоторые компании это понимают, некоторые как будто бы, в общем, не до инвесторов им вообще. Потому что понятно, что если вы спекулянт, сейчас, кстати, вот с точки зрения инвестора, активные инвесторы, больше 50% сейчас уже в бумагах, если мы говорим глобальные. А как у тебя дела? Ну, ты знаешь, я в бумагах процентов на 10, может быть, иногда 15. Потому что, ну, смотри, если посмотреть на Россию, я туда как не заходила, так и не захожу. Мне нужно понять вообще, чем все закончится, если когда-нибудь вообще можно будет оценить. По Америке у меня что-то немножко отрастет, я сразу фиксирую. Потому что, ну, давай честно, ставка все еще будет расти, инфляция все еще немаленькая. Ну, да, окей, один месяц всего лишь получилось 8,5-9,1. Но мы такое же увидели в апреле месяце, когда было 8,5, потом 8,3, все радовались, а потом стало 8,6. Вот там шикарный график ленты показывают за год, одни слезы. Акции сегодня подросли. Акции отчетность по РСБУ вышла, но там, если посмотреть в отчет, ничего не ясно. В общем, не о деятельности самой компании, что там такое, пойди разберись. Если у нас по МСФО еще прекратят публиковать отчетность, и некоторые компании уже прекратили, сейчас вроде с Минфином идут консультации, но дальше вообще какой смысл туда идти? Можно спокойно битком торговать с тем же успехом. Ну ты говорил там про консервативных инвесторов, а неужели консерватор будет инвестировать на российском рынке, когда отчетности нет, дивиденды, это по сути казино, выплатят, не выплатят. Ну что, остается облигация, инвестиции не выплывают. Что это такое временное явление, такое впечатление, что там засели какие-то агенты ЦРУ, которые вот так и хотят, потому что как бы вся задача вот этих вот всех санкций против России, именно создать такую ситуацию неприемлемую, когда такой бардак, и в отношении людей ужасное отношение, именно в этом и состоят задачи санкций. Наше дело не поддаваться на это дело, но понятно, с другой стороны, что и секретность какая-то нужна. Что сделали китайцы? Ряд компаний они выводят сейчас с американского рынка из-под необходимости Аудит, соответственно, Делиссинга, а какие-то компании все-таки останутся, но в отличие от нас, у них там гигантское количество компаний. Посмотрим, что дальше, кстати, как ты к Китаю относишься. Есть там очень интересные идеи, хотя все и не везде. На самом деле, вот раньше, если инвестировали люди в Алибаба, это была хорошая инвестиция, то сейчас это уже все-таки как инвестиции в прошлое. Но есть прикольные компании, например, конкуренты Теслы, которые Теслу делают как стоящую, например, тот же Бит. Я, может быть, я не сторонник покупать именно эти машины, но акции крайне интересные. И Бергшир в этих акциях сидит, несмотря на то, что в Америке они не торгуются, только на рынке таком можно вне биржевом купить. Но вот мы тут подготовили слайдик, это Investors Business Daily, исследование просто со ссылкой на них. Например, продажи БИД в Китае бьют вообще продажи Теслы в последние кварталы. Несмотря на то, что Тесла, казалось бы, глобально, это, ну, безусловно, сейчас лидер, все остальные компании в автопроме чувствуют себя крайне плохо. И вот удивительно, что есть такие компании, а, кстати, у них капитализация 120 миллиардов долларов, то есть они уже выше, чем Volkswagen, это беды. Ну, осталось только Toyota и Тесла. То есть, в принципе, интересная тоже история, и в Китае наверняка таких историй много. Ты смотришь на Китай? На Китай я смотрю. Я смотрю на него только через гонконгскую биржу, не через Америку, по понятным причинам, там 300 компаний потенциально на делистинг, и делистинг будет явно на Гонконг. Гонконгский доллар привязан к доллару обычному, поэтому это, по сути, баш на баш. И, ну, давай честно, Китай, инфляция 2,7 по сравнению с 2,5, которая недавно была. Я бы не верил китайскую инфляцию. Наташ, я бы не верил вообще ни в одни китайские госданные. Я не говорю, что американские лучше, но уж китайские я точно не поверю, никогда. Ну, они как мы, понимаешь, мне здесь легко верить, хотя бы понятно, что мы примерно в одном направлении живем. Ну, ну да, ну ладно, бог с ним с этой инфляцией, просто там, ну, всякое бывает, конечно, но некоторые истории там, безусловно, есть. Что касается нефтегаза. Мы видим сейчас не очень хорошие, может быть, для Газпрома с Новотеком новости. Но поскольку они на нас тоже так смотрят, Новотек ничего не публикует, а Газпром так поступает с инвесторами по поводу дивидендов, может быть, не Газпром здесь виноват, а государство сделал не в этом. Просто мы ни на кого не в обиде, просто констатируем. Констатируем, власти Испании к запороту во Францию построят через 8 месяцев. Естественно, американцам это нравится. Такие компании, как FlexLNG, там, EQT, которые можно, кстати, на питерской бирже купить. Вот, они, смотрите, на исторических максимумах. То есть, могут быть интересные истории, можно какой-нибудь фонд газовый купить, ну, а можно что-то другое. Что думаешь? Ты знаешь, мне нравится идея покупки газа именно американского, потому что даже если вот СВО заканчивается, я не думаю, что санкции с нас быстренько снимут, и все равно Европа так или иначе настроена на то, чтобы нас чем-то заменить. И, конечно же, Америка здесь фаворит. Если рассматривать с перспективы где-нибудь, да, впрочем, как для инвесторов года на два, это тот срок, который Европа озвучивала, чтобы отойти от российского газа, так и для спекулянтов. Сейчас на газ, сам видишь, они, собственно, рвут и мечут, и штурмуют все новые высоты. Они и для спекулянтов хорошие. Слушай, а ты видел, как солнце растет? То есть, солнечная энергетика. И китайцы растут, и американцы. Там просто все, ну, понятно, что это частично связано, конечно, с этим безумным, в какой-то степени, может быть, кому-то полезным пакетом помощи на 400, там, чем-то миллиардов. Для американской экономики это не такие уж и большие деньги. Мы остановимся, но дело в том, что очень многие вещи растут. Электроэнергетика растет, растет солнечная энергетика, растет газ. Даже уголь стал расти сейчас, опять вновь там. Про них уже все забыли, их ненавидели, их презирали, их не замечали. И они демонстрируют рекордные прибыли. Ты знаешь, в Штатах на, вот, скоро, на этой неделе отчитался Волт Дисней. Я не знаю, ты любишь мультики, ходила в Диснейленд. Я как-то был в самом старом, еще там, вот, самый старый, который у них открылся, его сейчас уже нет. Ну, как бы, впечатление не произвел после Universal Studios. Ну, а что касается отчетности, она у них неплохая. 15 миллионов новых подписчиков на стрим-сервисы. Здесь как бы интересно. Правда, акции тоже не очень смотрятся у Волт Дисней долгосрочно. То есть, может быть, и будет отскок. Но на следующей неделе отчитываются ритейлеры. Там много интересных историй. Это не Walmart, конечно, а какой-нибудь там компании с названием Outlet. Или все за один доллар. Вот эти ребята прут просто, прут как танки вперед. Это сейчас их время абсолютно. Это они идут абсолютно против рынка, против негатива. И это, мне кажется, сейчас абсолютно тренд. А вот стриминговые сервисы и прочее я бы пока не рассматривала. Сейчас обычно в периоды сворачивания экономики первое, что режут, маркетинговые расходы. Поэтому вот этот график Волт Дисней меня не очень возглавляет. А вот один доллар, все за один доллар, это мне нравится, я скажу честно. Мне это уже как только инфляция начала выходить, мне это уже сразу понравилось. Любишь Outlet, да? Купи Grocery Outlet. Это не была реклама, это была шутка. Тем более, кстати, у Grocery Outlet отлично там бизнес-модель, компания. Но если мы на пятилетний график посмотрим, за пять лет там видно навес тоже есть. Они как раз к нему подходят. Да, то есть там все может быть непросто, уже поздно покупать. Еще одна интересная тема, о которой хотел бы с тобой поговорить, пару минут осталось. На следующей неделе, в четверг, отчитывается компания Applied Materials, АМАТ, тикер. Это последние крупные, ну не считая NVIDIA, производители чипов, связанные с этим делом. 100 миллиардов капитализации. В каждом чипе есть немножечко их доля. В каждом мировом абсолютно чипе. На твой взгляд, стоит ли обращать внимание на этот сектор? Там все очень по-разному. Есть очень хорошо, есть очень плохо. Смотришь ли ты туда? Ты знаешь, я смотрю, и особенно после приезда Пелоси в Тайвань, потому что на Тайвань. Потому что если начнется вот эта заварушка, TSMC, понятно, кем является крупнейший производитель, собственно, чипов. У них-то заметила, что у них-то прибыль шикарно просто растет, 49%. Но акции, у них там такая двойная вершина, и вообще все как-то непросто. Потому что непонятно, да, в Америке-то они завод построят за 20 миллиардов, даже там и получат компенсацию от США. А вот что будет на Тайване, вот это вопрос. Ну, о чем речь? Ну, помимо них, есть масса других ребят, которые сейчас только наживаются. Причем очень маленьких, таких небольших компаний, самых разных. Ну, это, в общем, это целая вселенная. Есть и большие, например, Texas Instruments, есть компании, и, например, Broadcom, которые себя не так уж плохо чувствуют. Ну, посмотрим на Applied Materials. И главное, вот что хотел спросить, Apple, Apple, как ты держишь Apple? Ты знаешь, я фиксанула, я тебе честно скажу. Вот когда они отчитались, я фиксанула. Я не выдержала, потому что, ну, все хорошо... Какой я от тебя понимаю, потому что уж больно резко, и нужно, как говорится, куй железо, не отходи от кассы, как говорит наш шеф. Это верная абсолютно история, что надо когда-то и фикситься. Потому что рынок сейчас такой, что он еще, в принципе, свингерский. То есть для долгосрочных инвестиций точно время не настало, потому что мы не видим такого тренда, который был там в 17-м или 20-м. Ну, 20-й год тоже был непростой, в 17-м году, там, в 18-м, в 16-м там было более-менее все понятно. Саша, ой, все, мы заканчиваем. Наталья Смирнова была с нами на связи. Наталья, огромное спасибо, прекрасных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова